Здравствуйте, меня зовут Елизавета Аркадьевна Хрипач. Я врач-акушер-гинеколог, Центр иммунологии и репродукции. Сегодня мы поговорим с вами об очень важном вопросе диагностики для каждой женщины, о кольпоскопии. Ведь ранняя диагностика, профилактика и лечение предраковых заболеваний пособствуют снижению рака шейки матки, которая неуклонно за последние 10 лет растет в Российской Федерации. Существуют различные методики обследования, мазок по Папа Николау, Папмазок Паптез, ПЦР и кольпоскопия. Наш сегодняшний с вами разговор пойдет непосредственно о кольпоскопии. Что же собой представляет кольпоскопия? Кольпоскопия – это диагностический осмотр входа во влагалище, стенок влагалища, шейки, матки, которая производится специальным прибором оптическим кольпоскопом, суть которого – микроскоп. Кольпоскопия представляет собой высокоинформативный, неинвазивный, безболезненный, широко доступный метод обследования. С помощью кольпоскопии возможно выявление возникновения злокачественных образований и заболеваний на ранних стадиях, тогда, когда еще не видно невооруженным глазом. Осмотр влагалища можно называть вагиноскопией, вульвы-вульвоскопией, шейки матки, церпикоскопией. Однако было принято это понятие, все три понятия определить в одно – кольпоскопия. Кольпоскопия широко известна во всех клиниках мира. Существует множество публикаций в Англии, во Франции, в странах Восточной Европы, в Индии. В 1980 году в Гамбурге в рамках круглого стола общества макушеров-гинекологов было принято следующее, что при каждом тщательном гинекологическом осмотре необходимо проведение кольпоскопии наряду с взятием мазка по Папа Николаеву, наряду с мазком ПАП-теста. И было отмечено, что проведение данных двух методик одновременно способствует улучшению и оптимизации результатов в области патологии шейки матки. Хочется отметить, без сомненно, роль вируса Папиллома человека в генезе рака шейки матки. Очень важную роль сыграло открытие в 80-х годах XX века с Зургаузеном вируса Папиллома человека, который, без сомнения, играет главную роль в этиопатогенезе развития рака шейки матки. Несомненным преимуществом кольпоскопии среди других методов исследования является высокая чувствительность к дисплазии для выявления дисплазии тяжелой степени, возможность смотреть большие поверхности, а также выявить точную локализацию и неинвазивность процессов. Какие же существуют варианты кольпоскопии? Существует простая кольпоскопия и расширенная кольпоскопия. Простая кольпоскопия представляет собой осмотр поверхности шейки матки и влагалища. При помощи прибора кольпоскопа при определенном увеличении без обработки медикаментозными растворами. Расширенная кольпоскопия представляет собой также осмотр эпителия с применением различных эпителиальных и сосудистых тестов после нанесения медикаментозных средств 3% уксусным раствором и раствором люголи. К слову сказать, уважаемые пациентки, если у вас имеются или были выявлены аллергологические реакции на уксусную кислоту, а также на йод содержащие препараты, обязательно об этом следует сообщить вашему лечащему врачу, который будет вам делать кольпоскопию. Также очень часто меня спрашивают пациентки на приеме, какие же показания и противопоказания. Кольпоскопия проводится и показана как метод всем женщинам с момента начала половой жизни. Один раз в год. Если у пациентки имеется патология шейки матки, тогда два раза в год. Противопоказаний кольпоскопия как таковых не имеет. Однако, я бы рекомендовала проведение кольпоскопии в первую фазу менструального цикла после менструации 3 чистых дня. Так как не рекомендовано проведение кольпоскопии во время менструации. Также я рекомендую пациенткам накануне проведения данной методики исследования исключить применение влагалищных форм медикаментозных средств. То есть исключить влагалищные таблетки, свечи, так как это затруднит интерпретацию кольпоскопической картины. Также достаточно часто меня спрашивают, Доктор, а возможно ли кольпоскопия во время беременности? Да, возможно. Однако, по показаниям. Также очень часто задают вопрос, а вот острая воспалительная реакция как быть? Для начала нам следует с вами выяснить причину возникновения острого воспаления, пролечить данное состояние, заболевание вылечить, и тогда записаться мы с вами на кольпоскопию. Поскольку интерпретировать данную кольпоскопическую картинку во время острого воспаления доктору будет достаточно сложно, а взятие цитологических мазков будет недостаточно информативным, ввиду содержания клеток воспалений. Я считаю, что на все ваши наиболее часто задаваемые вопросы мне сегодня удалось вам ответить. Если у вас возникнут ко мне какие-либо вопросы, уважаемые пациентки, пишите, пожалуйста, обязательно под данным видео, постараюсь в ближайшее же время вам на них ответить. И в завершении нашего с вами видео хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, берегите себя. Мы рады вас приветствовать в Центре иммунологии и репродукции. На все ваши вопросы мы обязательно вам ответим. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы!